Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии находится Умар Тикеев. Коротко о некоторых темах. Новый корпус поликлиники Черкеска будет обслуживать порядка 22 тысяч человек. В этом году благоустройство коснется 12 общественных и 56 дворовых территорий республики. Трое жителей Карачаева Черкесии предстанут перед судом по делу о тройном убийстве. И школьники из Черкеска принимают участие в полуфинале Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Далее об этих и других темах подробнее. 17 февраля в Черкесске пройдет мероприятие «Эффективная занятость» с участием представителей вузов и СУЗов Карачаева Черкесии. Его участники обсудят вопросы эффективного взаимодействия со специалистами, работающими в сфере молодежной политики, создания механизма реализации плана работы регионального министерства по делам молодежи. Кроме того, участники мероприятия рассмотрят программу развития молодежи республики. Спикером выступит заместитель министра по делам молодежи Расул Найманов. Мы собираем ответственных за работу с студентами из учебных заведений, с тем, чтобы с ними, с одной стороны, пройтись по проблемам студентов, а с другой стороны, выработать механизмы совместного взаимодействия, при которых мы могли бы попробовать с этими проблемами поработать, найти решения, и уже в дальнейшем коммуницировать на таком уровне, при котором решение таких проблем возможно. Очень рассчитываем, что со всех учебных заведений к нам придут участники. Письма мы уже разослали. И в итоге, помимо всего прочего, также хотим оповестить их о той деятельности, которую планируем на этот год, рассказать им о возможностях, которые есть, как у них, так и у их подопечных, у студентов. С тем, чтобы они также, ориентируясь в направлениях молодежной политики, могли для себя выстраивать маршруты, треки по включению и вовлечению своих ребят в деятельность, которая предполагается с точки зрения вовлечения в молодежную политику. В этом году благоустройство коснется 12 общественных и 56 дворовых территорий. В 16 муниципалитетах республики будут установлены детские, игровые и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также уличное освещение, лавочки и урны. Общественные территории будут благоустроены в Черкесске, это каскадная лестница на спуске в парк культур и отдыха «Зеленый остров», Карачаевске, аллея по улице Мира, а также Усть-Джигуте, Пригранинской, Медногорском, Эркин-Юрте, Апсуах, Абезе, Инжит-Чукуне и Псыже. Одна из таких 12 общественных территорий – это Центральный парк в Усть-Джигуте, победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Еще один победитель в таком же конкурсе – парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Карачаевске откроется уже в мае этого года. Всего же в нашей республике до конца 2024 года будут благоустроены порядка 500 дворов и 150 общественных территорий по проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Новый корпус поликлиники Черкеска будет обслуживать порядка 22 тысяч человек. Здесь предусмотрены все необходимые узкие специалисты. По словам главного врача Черкесской городской поликлиники Зураба Гогушева, плановая помощь жителям республиканской столицы будет оказываться в кратчайшее время. На третьем этаже нового корпуса находится отделение медицинской реабилитации, где пациенты смогут пройти целый ряд процедур. Имеется также компьютерный томограф и дневной стационар на 16 коек. В отделении проводят массаж, лазеротерапию, капельное введение препаратов и многое другое. В текущем году поликлиника получит большое количество нового современного высокотехнологичного оборудования. Благотворительный фонд созидания на средства гранта Фонда культурных инициатив реализовал проект «Страницы века» к столетию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Он направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов республики путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Фильм – настоящая видеокнига, охватывающая целый век от образования библиотеки до ее нынешней жизни. К слову, именно сотрудники учреждения стали первыми зрителями фильма. Об этом рассказали руководитель проекта «Страницы века» Ася Байрамукова и продюсер Мурат Хутов. Идея создания такого фильма к нам с Муратом пришла в процессе обсуждения столетия Республиканской национальной библиотеки имени Халимат Башчины Байрамуковой. И когда мы начали искать информацию об этой библиотеке, мы обнаружили, что оказывается в интернете очень мало каких-то данных, материалов, и тем более нет чего-то такого, что объединяло бы все эти небольшие отрывки об истории развития библиотеки. И вот таким образом пришла идея в голову создать фильм. Во время работы над фильмом было интересно знакомиться с сотрудниками библиотеки. Ты видишь их с другой стороны и видишь, что не просто эта библиотека какой-то особый мир, но у каждого сотрудника, у каждого отдела свой мир, свое видение, своя история. И очень много историй они и личных рассказывали, что некоторые тут и комсомольские свадьбы устраивали, некоторые с детских времен связаны с библиотекой. В общем, очень интересно. Школьники из Черкеска Марк Дорохин из 7-й школы и Мурат Бабоев из гимназии номер 9 Черкеска представляют нашу республику в полуфинале Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Съемки проходят на этой неделе в Останкино. Полуфиналистам, в частности, предстоит продемонстрировать свои знания о жизни и творчестве Александра Островского. Учащиеся 11-х классов победители региональной олимпиады «Умники и умницы» Карачаева-Черкесии в ноябре прошлого года успешно выступили в четвертьфинале. Дорохин завоевал 4 ордена и 1 медаль, Бабоев 2 ордена и 1 медаль. В Карачаево-Черкесии стартовал региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». 12 учителей-победителей муниципальных этапов конкурса покажут свое профессиональное мастерство в конкурсных испытаниях первого тура, уроке и методической мастерской, которые проходят в эти дни на базе гимназии номер 16. Информацию комментирует заместитель министра образования и науки Фатима Бикижева. Участники в стенах гимназии номер 16 будут демонстрировать свои лучшие уроки. После этого жюри также будет оценивать педагогическое мастерство каждого учителя. Эти два этапа будут проходить в стенах гимназии номер 16 три дня. После этого будут подведены итоги и торжественное объявление победителя. Сотрудники МВД Пол Карачаева-Черкесии совместно с коллегами из регионального управления ФСБ задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции. Во время обследования, снятого злоумышленниками дома, а также из пяти небольших универмагов, полицейские изъяли более 4 тысяч бутылок немаркированной водки. Подробности сообщил следователь следственного управления МВД по Карачаевой-Черкесии по расследованию организованной преступной деятельности Тимурлан Чагаров. В результате проведения обысковых мероприятий на территории различных торговых точек и помещений, расположенных в Карачаево-Черкесской республике, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 4 206 бутылок алкогольной и спиртосодержащей немаркированной продукции. Согласно предоставленным Министерством промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесской республики информации, стоимость изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции составила более 2 миллионов 900 тысяч рублей. В настоящее время органам предварительного следствия ведутся процессуальные и ростные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов уголовного дела к иным аналогичным фактам, совершенным на территории нашей республики. Трое жителей Карачаева-Черкесии, в том числе действующий депутат парламента республики Марат Кумуков, предстанут перед судом по делу о тройном убийстве, совершенном еще в 2004 году, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России. По данным следствия, в ходе расследования установлены 7 мира жителей нашей республики, причастных к убийствам троих местных жителей, совершенных на территории Кабардино-Балкарии. Среди обвиняемых, кроме парламентария, Даут Тимирлиев и Хасан Хубиев, которые в настоящее время отбывают наказание за совершение ряда других особо важных преступлений и приговорены к 19 и 20 годам лишения свободы соответственно. Двое соучастников, Наурус Черкасов и Аслан Глоу, погибли в 2013 году. Еще двое, Артур Тибуев и Али Батчаев, в настоящее время находятся в международном розыске. Фигурантом дела инкриминируется 105-я статья Уголовного кодекса России, то есть убийства двух и более лиц, совершенные в составе организованной группы, сопряженная с бандитизмом. Отмечается, что в ходе предварительного следствия Кумуков, Тимирлиев и Хубиев признали вину. Карачаевский районный суд рассмотрит дело 56-летней местной жительницы, которые вменяют мошенничество, служебный подлог и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, женщина занимала кресло директора школы одного из сельских поселений Карачаевского муниципального образования. Фиктивно устраивала на работу граждан. То есть они по факту не работали, но зарплату получали. В результате районному бюджету был нанесен ущерб в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей. Внимание, переезд! Под таким названием на железнодорожных переездах республиканской столицы прошла профилактическая акция по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Ее провели сотрудники Армавирской дистанции пути компании РЖД совместно с инспекторами ГИБДД. Комментирует информацию инженер Армавирской дистанции пути Александр Дюбкин. Мы на постоянной основе проводим такие мероприятия. Из сложившейся ситуации можно понять, допустим, уже по состоянию на 1 февраля 2023 года только в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло двое человек. За аналогичный период прошлого года допущено всего лишь одно дорожно-транспортное происшествие, в которых тоже пострадало два человека. В Черкесске вывели из системы электронной сертификации Меркурий три тонны курятины, чтобы скрыть подозрительные операции, комментирует информацию государственный инспектор Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе анализа данных системы Меркурий выявлены подозрительные операции с тремя тоннами филе цыпленка-броллера на территории Карачаева Черкесской Республики. Установлено, что ООО «Альянс» из Черкеска поступила продукция филе птицы в объеме 3 тонны путем инвентаризации с добавлением акта несоответствия по причине порчи продукции проведено списание. Информация о дальнейшем использовании филе неизвестна, из чего следует, что его могли реализовать торговую сеть без обязательных ветеринарных сопроводительных документов. Управлением Россельхознадзора ООО «Альянс» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Грандиозное событие состоится в Черкесске. С 17 по 20 февраля во Дворце спорта «Юбилейный» пройдут всероссийские соревнования Кубок Президента Союза Тхэквондо России, в котором примут участие юноши и девушки, а также юниоры и юниорки. Победители получат дополнительную путевку на первенство России. Данные состязания являются одними из самых престижных в российском Тхэквондо. Своё участие уже подтвердили команды из 38 регионов страны. В Ставрополе прошёл зимний кубок по футболу среди спортсменов 2016 года рождения на призы детского футбольного клуба «Динамчики». Команда детской футбольной школы «Академия футбола» Черкеска заняла первое место. Кроме того, Аляски Шмахов и Шамиль Татаркулов стали лучшими игроками турнира. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днём в горах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до минус 5, в горах местами до минус 13, на дорогах местами гололёд. В горах Республики сохраняется лавиноопасность. В Черкесске днём небольшой снег, ветер западный 6-11 метров в секунду, на дорогах гололёд, а столбик термометра опустится до 3 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok